Всем привет! Это Apple Easy Work. Тут все просто. Презентация нового айфона уже не за горами. Она состоится в сентябре. В этом видео мы обсудим самые вкусные факты, касающиеся нового айфона. А в самом конце раскроем дату презентации. Поэтому оставайтесь с нами до конца. Первое сомнение у пользователей вызывает название будущего айфона. А вернее, его цифра. Многие думают, что Apple перескочит через цифру 13 и назовет будущую модель как айфон 14. Якобы 13 это чертова дюжина. И вообще, несчастливое число, которое следует избегать. С другой стороны, ну а что тут такого? Всего лишь номерная цифра. Исходя из последних инсайдов и слухов, Apple не будут впадать в суеверие и нарекут будущий айфон именно 13. В будущем айфоне ожидается увеличение емкости аккумулятора. В версии 13 Pro Max аккумулятор составит 4452 А, а в 13 Pro 3095 А. В сравнении с актуальной линейкой Pro айфонов рост значительный. Это позволит вам пользоваться телефоном весь день и всю ночь. Для того, чтобы стать еще более совершенным, айфон номер 13 воспользуется помощью семьи Apple. Я всегда говорил, что нельзя отворачиваться от семьи. И спасибо вам всем, что вы не отвернулись от меня. iPad Pro подарит ему функцию Promotion, а Apple Watch 6 функцию Always On Display. Promotion автоматически подстраивает частоту обновления экрана под движение отображаемого на нем контента. При этом частота кадров может достигать до 120 кадров в секунду, делая прокрутку страниц более плавным. В свое время функция Always On Display позволяет отображать необходимую информацию на экране, и при этом сам дисплей находится в выключенном состоянии, благодаря чему значительно экономится энергия аккумулятора. Уникальной станет функция съемки видео в портретном режиме. Нечто подобное уже есть при фотосъемке, когда замывается задний фон, создавая так называемый эффект боке. Теперь это будет возможным и при видеосъемке. А само видео, которое мы снимем на 13 iPhone, получит формат ProRes. Обрабатывать такое видео в редакторе станет намного проще. Существует вероятность, что помимо датчика Face ID, который сканирует ваше лицо, под экраном появится датчик Touch ID, позволяющий разблокировать iPhone пальцем. Немного изменится внешний вид челки iPhone, там, где располагается датчик Face ID и фронтальная камера. Челка станет меньше и более аккуратной. Существуют слухи о том, что исчезнет Lightning разъем для зарядки, оставляя 13 iPhone без каких-либо разъемов вообще. А в комплекте будет идти станция для беспроводной зарядки. На этот, безусловно, смелый и отчаянный шаг Apple вряд ли решится. Время превращения! iPhone 13 изменится в цвете, представив нам два новых оттенка под названием Sunset Gold и Rose Gold. Серебристый и графитовый останутся. Новый процессор – это самая стопроцентная инфа. К гадалке не ходи, Apple обновляет процессоры у каждого нового iPhone. Сейчас мы ожидаем чип A15 Bionic, который, как водится, будет намного мощнее предыдущего. Теперь касательно даты презентации. Ожидается, что первую официальную презентацию осени, где представят новые iPhone, Apple проведут во второй вторник месяца, то есть 14 сентября. Готовимся и ждем! Друзья, подписывайтесь на канал Apple Easy Work и у вас будет все просто!